Глава тринадцатая. Хрустальный дневник, тонкости профессии и говорящая дверь. Часть вторая. Хаски уже собрали несколько конструкций из дерева. Подпорки не позволяли боковым срезом почвы засыпать незадачливых археологов при спусках вниз и удерживали стенки раскопов на месте. Пёрпл Бессом с четвёркой особо любопытных пони и отрядом из пяти псов отправился за купол и начал исследование в месте, где отыскали необычный щит. Разговор ли с Дигзди вдохновил его или там и вправду нашли что-то ценное, но он горел энтузиазмом и даже Армасу не удалось на него повлиять. Так что возвращение двух необычных участников экспедиции Армас расценил как хороший знак. Один из хороших знаков. «Ну и где пропадали? В трёх скалах заблудились?» Единорог протянул миски усевшимся у костра Дигзди Ивану. В этот раз очередь готовить было за ним, а он не сильно церемонился с продуктами, накидав всё, что было съедобного в один котёл и проварив до состояния не то густого супа, не то жидкой каши, среди которой плавали отдельные кусочки овощей, рьяно сопротивляющихся кипятку. Отнюдь. Осматривали строение со всех возможных сторон. Отозвалась перепончато крылое на вопрос лидера экспедиции. «Даже сувенирчик принесли. Вот гляди». Вороной не успел удивиться её словам, как у костра упала круглая каменная монетка. Оказавшись рядом с огнём, та вобрала в себя часть жара и засветилась красноватыми узорами, в центре которых отчётливо проявилось изображение перекрёщенных пера и рога. Где и, главное, когда она успела её раздобыть, Иван никак не мог взять в толк. Конечно, по пути к акулиему носу она останавливалась и ковыряла копытцем сугроб, а возле самой скалы несколько раз заглядывала в подозрительно круглые отверстия, но он не помнил, чтобы она доставала что-то оттуда. Нагреваясь, она становится такой, а остыв, Дигзди подхватила монетку и бросила в снег. Жар проплавил его до скалы и образовал в сугробе широкую воронку, где в самом центре лежал окутанный паром плоский камешек, превращается в простой камень. А вообще, я отлично размяла крылья. Кончиком крыла она показала в противоположную сторону от той, где они гуляли на самом деле. И монету нашли там же. Единорог крутил камешек в телекинезе, то опуская его в огонь, то вытаскивая наружу и позволяя холодному воздуху плавно остужать его поверхность. Символы появлялись одни и те же, да и узор не менялся. Простое заклинание и немного работы умелого гравировщика превращали плоский каменный кружок в весьма любопытный предмет. Армас достал записную книжку, стал вздумчиво листать страницы, временами останавливаясь, вчитываясь в строки, покачивая головой и продолжая листать дальше. «Да, примерно», — уклончиво ответил Задик с девороной. Синяя пони ободряюще улыбнулась и пожала крыльями на его немой вопрос. «Удивительно. Это замечательный образец монет, используемых между двумя домами знати в Кристальном Королевстве». Армас не выпускал монетку из телекинеза, рассматривая ее со всех сторон и пытаясь найти зацепки к ее истории происхождения. Найденная еще по дороге к Стале безделушка понравилась Армасу даже больше, чем предполагала Синяя пони. Хотя что могло быть интересного в грубой монете, едва насчитывающей первую тысячу лет, ей было сложно понять. Символов двух домов, единорогов и пегасов, отображающийся на ней, был ей знаком еще тогда, когда ей удалось побывать в Кристальном Королевстве. Но никакого особого толку от этой одной из многих монетки, сделанной из кристаллов и камня, она не видела. Несколько похожих валялась и у нее дома, в груди других монет, разной формы и способа чеканки. Будучи же ребенком, ей нравилось играть с небольшими кружочками из металла с линзой внутри. Поставив их на свет, можно было вызвать крошечную фигурку, безмолвно двигающегося Димикорна, прозрачную и мерцающую. Несколько штук ей отдала Брайтлайт, остальные она находила в коридорах и комнатах, уже оставшись одной. Их называли жетонами допуска, но это было ничего не проясняющее название. В отличие от монет, она сложила их все в шкатулку, стоявшую всегда на видном месте. Представьте себе, были времена, когда единороги и пегасы не могли объединять свои семьи по древнему закону, смысл которого был утерян навсегда. Тогда, много веков назад, представительный дом единорогов знати и родовое облако пегасов, как называли они свои имения, создали собственные монеты для оплаты магических или погодных услуг. С тех времен многим известна печальная история, написанная талантливым пегасом Шейкспейром, повествующая о судьбе влюбленных друг в друга единорожки пегаса. Они встречались вопреки этому древнему закону. Перед Дармосом зависла записная книжка. Он сверялся с текстом и потому частенько поглядывал в страницы, останавливаясь и перелистывая дальше, вынуждая пегасочку томиться в ожидании продолжения. Вин Крэмп и прекрасная Жевелин Джест, история которых была прекраснее на свете и столь же трагична. Да-да, разве что совсем лениво не читал эту историю. Их дочь, по предсказанию, должна была стать оликорном, но появилась единорожка, ставшая в итоге королевой кристального королевства и уступившая свой трон темному королю, начавшему бессмысленную войну и угнетение собственного народа. Пробурщал Блэк, миновав единорога. Он положил над костром нанизанные на палочки грибы и стал медленно подкручивать их, следя за равномерно появляющейся румяной корочкой. — Блэки, это прекрасная история. Ее всегда можно послушать снова и снова. Пегаска хлопнула его по спине хвостом. — Просто признайся, что ты не любишь такую романтику. — Конечно. У них сразу было все без всякого труда и нормальных приключений. Вот что я скажу. Нет ничего скучнее, чем когда у тебя в копытах есть все и ничего больше не надо. Это портит пони и заставляет страдать ерундой. Наставительно, но улыбаясь, проговорил он. — Вот как мы. Сколько ловушек, тайных подземелий щепка мне хвост, удивительных сокровищ и полных азарта побегов, откатящихся камней позади. Вот что делает любовь крепкой и дружбу нерушимой. А не встреча тайком в подземелиях с кристальными фонарями и записочками под дверью. — Сложно не согласиться. — поддакнул вороной. — Аликорны от единорогов и пегасов. — задумчиво протянула Дигзди, покачивая миску с похлебкой. — Ну, конечно. Пегаска зажмурилась, откусив кусочек горячего гриба. — Но ты же сама говорила, что являешься потомком кисточкового единорога и ночного пегаса. Знаешь же, что в роду у всех было каждый из раз, и вполне может быть же ребенок пегаса, единорога или зимний пони, не говоря уже о других. Порой это может случиться совершенно случайно. — Единорожку двух земнопоний, например. — А появление оликорна считали благословением самой гармонии. Правда, не помню, чтобы это упоминалось где-нибудь. — Или гиппогриф. — вставил Ван. — А вот это — фу! — как не стыдно такие вещи говорить. Пегасочка тыкнула дымчегриба в грудь кончиком крыла. — Фу просто! В древности встречались и более странные существа, и ничего. Наши предки вполне нормально с ними уживались. Армас закрыл книжку и сложил ее вместе с монеткой в седельную сумку. Между прочим, их не так много. — Предков? Дигди замерла над миской, рассматривая Армаса. — Гиппогрифов! — уточнил тот. — Хотя по-прежнему встречаются те, кто не сильно рад видеть их среди других. Судит по обложке, не по содержимому. — Где-то я такое уже слышала. — Полагаю, у нашей общей знакомой в лесном домике. — шепнул на ушка Ван, склонившись к синей пони. Это ее любимая фраза. Снег усилился, и археологи разбрелись по палаткам. Несколько костров под навесами горели, но уже не так жарко. Зато в окошках небольших домиков из прочной и непромокаемой ткани засветились огоньки походных ламп. Где-то слышались восторженные возгласы, неспособных унять свое любопытство пони, изучающих добытые из-под земли предметы. В других уже храпели уставшие хаски. В палате Дигди горел приглушенный свет, но внутри было пусто. Она и Вороной прогуливались по периметру лагеря. Ван втыкал в землю небольшие, наспех выструганные колышки и накидывал на них петли веревки. Насколько она помнила, моток таких валялся у разобранных саней, брошенный за ненадобностью. Рог Вана мерцал алым, словно скользя по нитям, затягивая на них узелки. — Зачем? — не выдержала Дигди, рассматривая хлипкую конструкцию. — Ее мог перешагнуть даже жеребенок, не то что взрослый пони. — О, сейчас расскажу. — подмигнул Ван, накладывая на очередной колышек петлю и осторожно ее затягивая. Полы этажей частично уцелели, но все они были сплющены друг с другом, раздавив большую часть колонн и предметов. Деревянные балки, куски статуй, горки из рассыпавшихся на мелкие камешки арок — все это торчало между толстыми блинами каменной кладки и ссыпалось в центральной колодец. Абакулус была права — единорогам, не знающим, что стоит трогать, а что нет, не имело смысла соваться в эту рухнувшую башню, если только им не была дорога жизнь или хотя бы здоровье. Ее подчиненные расчистили завалы, проложили настилы и передвинули часть перекрытий так, чтобы они образовали ступеньки. Несмотря на эпицентр магического всплеска на первом этаже, балки там выдержали. Йорсет нахмурился, заметив, как ровно они встали, словно наткнувшись на полусферу барьера. — Вы бы не стали главой Ордена, если бы такая мелочь ускользнула от вашего внимания, — проговорила Марбл. — Смотрите прямо в детали. — Заклинание телепорта в момент обрушения? — На всякий случай единорог решил уточнить свою догадку. — Именно! Кто бы тут ни был, они использовали телепорт, а заклинание вытолкнуло камни и колонны в стороны. — Пожалуй, это и спасло комнату от полного разрушения. Кстати, кулоны мы нашли этажом выше, так что это было не их заклинание. Кобылка плавно шла вперед время от времени, проявляя надежность установленных конструкций и передвинутых колонн. Безопасность главы, как и принца Империи, была ее основной задачей, а со своими задачами она справлялась без тени сомнений. Никаких следов. Если они спускались сюда, то обвал стер любые намеки на это. — Но интереснее не это. — Что-то насчет артефакта, взятого ими сюда? Басти наглянулся на сопровождающий их принц, отстал и рассматривал что-то на полу. — Ничего. Ни осколков. Ни следа магии. Он просто растворился, как единороги. — покачала головой Марбл. Она лично проверила каждый этаж, благо они находились очень близко друг к другу. Кроме сумки, смятого кулона и пары листов бумаги ничего найти не удалось. Ничего, связанного с единорогами ордена. А вот то, что открылось взору после обвала, приковало внимание почти всех, добравшихся до нижнего этажа. В коридорчике с вымощенными плитками полом их уже ждали двое единорогов, переменно поддерживающих заклинания щита на всякий случай, если конструкция снова начнет шататься и угрожающе поскрипывать. Позади них была обрушенная стена. Между камнями и частью каменных барельефов блестел металл. На вошедших угрюма поджав губы смотрела огромная стальная статуя, являющаяся одновременно частью двери и украшением. Два полураскрытых крыла образовывали орнамент массивных створок, сходясь на полуобъемной фигуре стоящего на задних копытах оликорна, направившего острый рог в потолок. Единственный уцелевший хрустальный глаз тускло перерывался гранями, ловя отблеск от магии единорогов. «Впечатляет, Бастиан Йорсет, не правда ли?» «Все считали, что оликорна прошлого сказки, а статуя просто дань традициям. Но эта дверь явно старше строения и намного. Нет замков, нет магических надписей, нет отверстий для копыта или рога», — проговорила единорожка, подсветив статую снизу, отчего выражение оликорна стало еще более грозным. «Бастиан мог только мысленно негодовать по поводу присутствия тут Шайнинга, но было уже поздно. В любом случае, любопытный единорог и его дворцовая стража добрались бы сюда сразу же, как заметили повышенное внимание ордена к руинам. «Надеюсь, вы не пытались его открыть?» В голосе главы ордена появились и едкие нотки, но Марбл или не заметила их, или уже привыкла к подобному обращению. «А вот тут самое интересное, конечно, пытались». Просто улыбнувшись, ответила она на вопрос, чем получила еще одно очко в свою пользу от экс-начальника стражи Контрелота. «И результат поразителен, посмотрите сами». Короткое и оточенное заклинание. В сполах нежного цвета, коснувшейся двери, и статуя пришла в движение. Почти опустив передние копыта вниз, она склонилась к единорогам, выдохнув из ноздрей струйки пыли. Единственный глаз мигнул и засиял чистым светом, будто луч солнца отразился в ключевой воде. «Нет входа, не имеющим наследия Малиату! Нет входа, не имеющим слова Малиату! Лишь Малиату способен войти в эту дверь, или те, кого он избрал своими учениками. Я сказал все». Стальная статуя оттолкнулась от пола передним копытом и вернулась в прежнюю позу. «Уходите, не имеющий наследия, слова и знаний шестого из семи!» «Потрясающе! Полагаю, он... Оно... В общем, дверь не видит нас на самом деле». Бастян обнаружил себя отступившим на пару шагов назад, когда статуя склонилась почти к самому его носу. Шайнин оказался смелее, а единорожка, наблюдающая эту трансформацию уже в четвертый раз, спокойно переминалась с копытца на копытца, не обращая внимания на грозный взгляд в пустоту кованой фигуры. «Конечно. Он повторяет это каждый раз, когда магия касается дверей. Если позади и есть что-то, он откроет лишь при названных условиях. Сомневаюсь, что они выполнимы. Пожала плечами Марбл. Возможно, слово Аликорна могло бы повлиять на эту несговорчивую статую». Она многозначительно посмотрела в сторону Шайнинга. «Это дела Ордена. Не забывайтесь, мисс Абакулус». «Оу, вы внезапно вспомнили такое сложное слово?» Наигранно восхитилась единорожка, отвесив поклон. «Но полагаю, рисковать магами с постройкой, созданной явно не единорогами, несколько опрометчиво. Когда есть возможность использовать другой способ». Шайнинг Армор не будет ведь ставить под угрозу здоровье своей супруги. Йорсет знал, когда стоит сменить стратегию и не ошибся. Белый единорог колебался и мешкал с ответом, частично подтверждая слух о случившемся во дворце инциденте. «Даже если это было не так, глава Ордена отлично знал такой тип единорогов, призванных беречь и защищать других. Я... да, пожалуй, это разумно». Бастин вздохнул с облегчением. «И все же эта башня – часть Кристальной Империи. И к двери, как и самой башни, будет приставлена стража». Закончил Армор, и мордочка главы Ордена разочарованно вытянулась. Такого поворота он не ожидал. «Замечательно. Я скажу своему отряду оказывать страже любую посильную помощь, и уже к вечеру мы закончим строить крепления для обрушившихся перекрытий». Единорожка кивнула и направилась к выходу, приглашая обоих жеребцов следовать за ней. «Я уже говорил, что мне нравятся ваши подчиненные». Заметил Шайнинг, покидая пыльный коридор. «Повторюсь, они мне очень нравятся. Пожалуй, я предложу некоторым из них перейти в элитные отряды под крыломи Аморы». «Не раньше, чем Орден перестанет существовать, мой принц». Сухо отозвался Йорсет. «Впрочем, бунтарский дух больше в вашем стиле. Возможно, было ошибкой оставлять ее обучаться в Ордене, а не выслать в качестве кадета Академии Стражи». Приятно слышать столь искреннее сожаление. Улыбнулся белый единорог, пропустив вперед главу Ордена. Тот хотел добавить к фразе еще пару ядовитых замечаний, но, поймав недоумевающий взгляд одного из единорогов Ордена, стоящего возле раскрученной колонны, смолчал. Молчал и Шайнинг. В легкой перекидной сумке лежала найденная у камней фиолетовая прядь из хвоста, спутать которую он не смог бы никогда в жизни. Туайлайт была тут и явно использовала самый мощный телепорт, какой он только видел в своей жизни. В центре заклинания пол вмялся, треснул, и часть металлических табличек оторвалась и лежала, где попало. Узор исказился, и понять, каким он был на самом деле, потребует немало труда, если это вообще возможно сделать. Теперь он хотел лишь одного — добраться до замка и отправить письмо принцессе. Если кто-то и знает, что случилось, так это она. В подобных местах могут быть различные магические явления. Не хочу утром оказаться в лагере, полном забывших о своем прошлом пони, окруженным ожившими предметами старины или бесноватыми вилами на ножках. В одной пустыне, к примеру, есть две статуи из необычного камня. Они могут задавать вопросы случайным путникам, оставшимся ночевать возле них. Если горе-путешественники ошибутся с ответом, то потеряют всю память. Ван сосредоточенно выводил на веревке знаки при помощи мела и угля, отчего они напоминали узор зебры. Можно было бы обойтись обычным заклинательным треугольником, но он распадется, едва кому-то взбредет в голову выйти из лагеря. Так что этот вариант надежнее. Продержится до утра, а там уже не важно. Ты так уверенно говоришь об этом? А если это будет не магия, а вполне реальное существо? Дик с десинтересом смотрела на приготовление Воронова. Его магия была занятной, необычной и частично напоминала моментами вещи, которые делала Зикора. Правда, знаки были другие. Если тут появится существо, нам поможет вот этот супер усатый детектор. Ты же не подведешь нас? Ван подхватил телекинозом любопытного кота, пытающегося поймать лапами волочащийся кусок веревки. Помахав им перед мордочкой Диксди, он выпустил обиженно-мяукающего Сатурна. Коты — та еще загадка. В доме Марион оказался далеко не случайно, да еще и собрал вокруг себя блуждающие огоньки этого дерева. Не помню название. — Дреголемиса. — Подсказала на автомате Диксди. Она не помнила ничего такого, но в то утро она много чего не помнила. А в том доме были огоньки этого дерева? Целая прорва. Хотя не скажу, что от них был особый толк. Деревянные пони давили их без всякого ущерба. Только Грифону досталось сполна, все оперение подгорело и дымилось. Протянул Ван, накидывая еще одну петлю, отгоняя кота, отвлекающим маневром хрустящей в телекинозе ветки. — Дерево их дом, и оно же рассеивает их. Жаль, их мало осталось. Вздохнула синяя пони, вспоминая прекрасные танцы огоньков вокруг цветущего дерева. Полупрозрачные цветы свисали с его вертвей на тонких лианах, покачивались, тонко звенели и окрашивались цвета мерцающих существ, забредающих между их лепестков. Спустя много лет она решилась отправиться в то место одна, но деревьев уже не было. Вместо красивой рощи были пеньки и низкорослый кустарник. Увидев дерево в доме Грифона, она огорчилась, узнав в нем чудесные узоры Дреголемиса. — Грустно это слышать. — Пожалуй. — согласился Вороной, накидывая последнюю петельку. Контур был готов, и теперь можно было отправляться назад. — Это было занятно. Никогда не видала ничего подобного. Дигзди вошла в отведенную им палатку и сбросила сумку возле своей лежанки. Ничего необычного. Веревка самая обычная, хотя и играет роль якоря, символьной магии. Для символьных заклинаний не так важен предмет, сколько верно расположенные знаки. Вороной оглянулся на важно обнюхивающего все вокруг кота, нашедшего себе место среди ящиков в углу. Лежанки были не сильно удобны, но спальные мешки поверх решили и эту проблему. Ван растянулся на правой и, зажмурившись, вытянул в сторону копыта. — Если бы невероятность любопытных археологов отправиться посреди ночи проверять свою догадку, я бы обошелся просто начертанными символами на земле. Можно сказать, это временный артефакт, комбинация предмета и магии знаков. Ее применяли в давние времена, еще когда Рок не служил проводником заклинаний, а использовался для выкапывания корешков из земли. Наверное, это были ужасно дикие времена. Дигзи покосилась на спутниках, гадая, шутит он или говорит всерьез. Впрочем, легенды о диких племенах единорогов, получивших знания от богини ее народа, часто рассказывали молодым жеребятам, и это было довольно скучное повествование. Единороги были редкими гостями на ее памяти, но они совсем не выглядели как дикие представители племен. Нам рассказывали что-то такое. До того, как богиня нашла нас, она вроде странствовала по миру, изучая древние книги, делясь своей мудростью познаниями в магии. Среди множества народов, населяющих Экви, она встретила три наиболее удивительных, в каждом из которых была особая магия. Погода, земли и воплощение мысли. Дигзи потопталась по поскрипывающей лежанке и устроилась на ней, поджав под себя копыта. Но о веках был короток, и она плакала, теряя друзей. Однажды она решила найти тех, кто сможет жить долго, как и она. Так поиск привело ее к нам. Экви. Вороной удивленно поднял голову и посмотрел в сторону синий пони. Экви. Так назывался этот мир раньше. Богиня увидела дружащих с землей и всем обыденным пони. Они учились земледелию, строили небольшие шалашики и боролись с диким лесом за каждый клочок плодородной земли. Встретила пегасов, кочевой народ, следующий за тучами. Сезон за сезоном они пребывали на плато, снимали дикорастущий урожай, щедро одаривая те места необходимым климатом, даже не подозревая о своих силах. И последними были единороги. Их способность к магии, воображение, позволяющее претворить мысль в действие, восхитили ее. И она стала учить самую талантливую кобылку из племени, живущего возле руин древнего строения. Научила их читать свитки и передала много знаний. Никогда не слышал таких легенд. Задумчиво протянул Вороной. Он добрался до самых древних слоев истории, изучая почти забытую символьную магию. Но даже там история обрывалась на великих магах прошлого, подаривших всем единорогам способность черпать силы из самого мира, передавая это умение из поколения в поколение, в большей или меньшей степени. Видимо, легенды расходятся. Пожалуй, крыльями Дигзди, доставая несколько синих осколков, найденных еще в пещере ящеров. Среди них оказалось пара кусочков черного, нивелирующего магию камня, несколько мелких белых шариков, словно хорошо обкатанных кусков минерала. Делать из простого предмета артефакт? Хм... Димикорн казалась рассеянной, словно пыталась представить некую определенную вещь, но ей это никак не удавалось. Достав из сумки горсть мелких деталек, она высыпала их перед собой и открыла небольшую книгу, вынутую из другого отделения, дополнительно укрепленного парой ремней. Именно. Единороги в то время использовали вполне обыденные предметы для временных хранилищ заклинаний. Дикие звери в лесу, хищные твари Тартера, другие племена единорогов. Все это вынуждало искать способы сохранить табун. Ванн вспоминал тексты старых книг. Зачастую мнения авторов расходились. Склонные к возвеличиванию единорогов, приписывали им уникальные умения, в отличие от других жителей, и делали их быт более цивилизованным в сравнении с пони или пегасами, встреченными намного позже. Другие утверждали, что именно земледелие пони позволило диким единорогам осесть и начать применять свои особенности рогов во благо, развивая природное умение магии. Все было запутано, но почти все описания сохранившейся символьной магии делились на ловушки, способы перемещения или на деление предметов свойствами, отличными от привычных. Саморазогревающиеся плошки для еды, телеги, способные парить над землей на расстоянии третьей копыта. Это даже привело к теории о части потомков единорогов, имеющей стойкую неприязнь к колесам через поколение. Хотя я эту самую часть предположений вороной считал откровенным бредом. Но символьная магия требует точности, терпеливости и соблюдения множества правил. Нельзя просто написать абы что и ждать исполнения заклинания. Нужны точные символы, берущие свое начало в тайнописи магов, первыми освоившими эту технику. Это непонятно. Другое дело артефакт. Артефакт — это схема, структура, взаимодействие и баланс скрыты в его частях силы, пробудить которые достаточно просто, как... Она замялась, подбирая нужное слово. Сказав несколько певучих и непонятных слов, она махнула копытом. В общем, как эту штуку, которую жеребята цокают копытом, и она вертится, бегая по мостовой или полу. Собери, толкни, и получишь нечто интересное. Артефакты, как волчки? Дымчатый гривы с недоверием покосился на спутницу. Брось, если бы это было так просто, вокруг была бы масса таких штук. Листки книг шелестели, телекинез переворачивал их одну за другой, пока синяя пони искала нечто определенное, вынуждая глаза в костяных мордочках браслетов телекинеза вспыхивать и гаснуть. Ворной все время гадал, из какого материала они были сделаны. Мерцание рождалось изнутри, и камень из бледно-желтого становился фосфорно-мерцающим, полупрозрачным, с темными гранями. Все выпуклые части оставались темными, а углубления наполнились мягким свечением. Это было занятно. Артефакт не несет магию изначально. Она зарождается в нем сама по себе. Внезапно добавила пони, пролистав еще несколько страниц. Перед нею оказалось изображение отшлифованного камня, обрамленного сложной системой колец, штырьков и зубчатых кружков. Сбоку шел текст, дуги и линии сносок, векторов крепления. Кто бы ни создавал эту схему, он мыслил сразу в трех плоскостях, отчего необходимо было представить предмет сразу со всех сторон. Задача артефактора задать примерное предсказуемое развитие и финальный результат. Быстрое или медленное. Иной такой предмет может веками быть безделушкой, но потом внезапно станет источником сильного заклинания. Это верно и в обратную сторону. Сильный амулет вначале теряет со временем свое могущество и превращается в бесполезный лом. Вроде тех обломков, какие откопали здесь археологи, а теперь радуются находке. И твои артефакты относятся к первым или вторым? Жеребец перевернулся на другой бок и заинтересованно рассматривал книгу. Такой он в копытцах Диксди еще не видел. Потертый весомый фолиант с металлическими частями и погнутым замком он выглядел массивно. Даже надпись на непонятном димикорнском языке была сделана из цельной тонкой пластины, от которой отпилили все лишнее. Они делятся на много видов, но созданные алым мастером это нечто другое. Это было как взять любой предмет и влить в него бесконечную неограниченную магию. Если его не разорвет в куски, он сохранит ее каплю в себе на много тысячелетий. Диксди тыкала копытцем по странице, словно раздумывая, подходила ли описанная там к ее задумке или стоит поискать дальше. Решившись, она перелистала еще пару страниц. Другие же, ну, артефактор, техномаг, магоинженеры, создают вектор развития собранной ими схемы, тщательно подбирая материалы и их форму. Остается дать им нужный импульс, и магия появится. Вот почему важно собирать схемы всех артефактов, оказавшихся в копытцах, даже если они непредсказуемо опасны или коварны. Вот у последних, к сожалению, схем обычной нет. Как у твоей книги, например, или цепи, созданной импульсивным желанием без четкого плана. Кхм, звучит как-то сложно. Феркнул Ван, заметив, как Дигзди гладит кота кончиком стрелки, демонстрируя гибкость и подвижность своего хвоста. Кот урчал и подставлял то один, то другой бок. Не особо. Артефактору в этом помогает стилус. Без него, да, это становится сложной задачей. Вздохнула Пуни. Помимо трех перечисленных были еще механики маги. И лучшей из них была Калдари Фускус. Димикорн перевернула книгу и показала вороному титульный лист. На пожелтевшем листе тускло виднелся профиль Димикорна, во взгляде которой виднелось презрение и надменность к потенциальному читателю книги. Чуть ниже стоял размашистый знак, походящий на кусок механизма со следами когтей, перекрывающий черный силуэт котла. Даже тут остался кусочек от ее творения, хотя я не могу понять, чего он тут оказался. Чего кусочек? Уже почти засыпающий от лекции пони вороной, очнулся, слышав знакомое имя. Ммм, нет, ничего про сумыслив слух. Улыбнулась Дигзи. А где ты научился этой штуке с веревкой? После короткого путешествия в Зеброград. Жаль от москитов, эта вещь не спасала. Дымчатый Гривый вспомнил свое путешествие. Оно было довольно приятным в начале и совсем отвратительным в конце, когда вся эта мелкая нечисть стала его поедать заживо, начисто игнорируя полосатых спутников. Вернулся он с опухшим ухом и еле сгибающимся коленом, чем изрядно обеспокоил принцессу, отправившую его сразу к медикам. В итоге помощь пришла из Панивиля, точнее, из Вечно Свободного Леса, где оказалась весьма талантливая знахарка. Так началось знакомство с Зикорой и удивительные походы за редкими ингредиентами в дикую чащу. Это были джунгли, неожиданно переходящие в прерии. Те становились пустынями, а в пустынях были небольшие оазисы вокруг источника воды. Животные там более дикие, но живут бок о бок зебрами, жирафами и даже грациозными антилопами, хотя их города отличаются весьма неудобными ступеньками, а к однорогим они относятся с подозрением. Зеброград же сложно описать словами. Это словно лес, пустыня и город одновременно. Знаки имеют значение, даже если они похожи на разводы и спирали. Чтобы понять, там нужно побывать. А негласные правила могут сбить с толку. А-а-а, москиты. Это такие мошки. Они еще на болотах противно жужжат и пытаются тебя покусать. Дигзи дернула крылом. Фу, из-за них приходилось окутывать себя телекинезом. И все равно они умудрялись просочиться и больно укусить там, где не ожидаешь. Точно, они самые. Кивнул вороной, поймав себя на мысли, что ему приходилось обмазываться отвратительно пахнущей настойкой. А ведь решение было так близко окутать себя телекинезом. И как это ему в голову не пришло? Ван покачал головой с досадой. Дигзи блаженно отдыхала на лежанке из соломы и тонких прутиков, отложив книгу в сторону. Рассказ был интригующим. Она не знала кого-то, помимо зебр, а жирафов видела лишь на картинках в книжке. Антилопа она даже не могла представить, несмотря на все старания вороного их описать внятно. Ой, звучит интересно. Дигзи не рассказывала о своей родине или говорила так, что понятие было очень сложно. Знаки, правила. Что это значит? Они придерживаются рангов и обрядов? Дигзи шевельнула хвостом, и в свете фонаря стало видно, как на нем крепятся в небольших чешучатых пазах межплотной и короткой шерсткой шевелятся и топорщатся шипы, складываясь параллельно хвосту или вставая торчком. Обломанные кончики некоторых из них уже нарастали новыми пластинками, скрывая повреждения. Обряды у них есть, точнее традиции, и они сохраняются из поколения в поколение, кивнул Ван. Не все из них понятны, но большая часть вполне имеет смысл. Говорят, может не хватить жизни, чтобы узнать их все. Не удивляюсь, что Аликорну принцессе удается не только помнить их, но и соблюдать, принимая послов из дальних стран. Хочешь, как вернемся в Контерлот, отправимся в Зиброград? Не знаю. Контерлот, принцесса, как не встретят меня? Вздохнула Дигзди, но ответа не было. Утомившийся за день вороной стал клевать носом и вскоре уснул. Полеты и переход через горы отняли у него большей сил, чем он рассчитывал, и жеребет вскоре стал посапывать, не досказав мысль об отношении Аликорнов к полетам при возможности телепортироваться. С его слов выходило, что крылья использовались скорее для жестов и небольших перелетов, чем из жизненной необходимости. Во всяком случае, принцессу можно было увидеть в полете лишь на важных церемониях и торжествах. В остальное время она использовала небесные коресницы с впряженными в них пегасами и счастлива стража. В конце концов, летать самой не пристала правительнице страны, и это порой заставляло принцессу грустить, отправляя в рот один кусочек тортика за другим. Дигзди укрыла спящего жеребца и снова открыла книжку. На странице были изображены схемы артефакта, разложенные в порядке сборки от ядра к кожуху. Япония, стараясь не шуметь и не разбудить мурчащего рядом кота, придвинула сумку ближе. Детальки бесшумно повисли в воздухе и стали собираться воедино, кружась и подгоняясь друг к другу. Синие и черные осколки шли по кругу, объединяясь с кольцами и штырьками. В центре повис подаренный ванам апполит, чей лунный свет стал ярче, едва он оказался между двумя кольцами из металла. Пони улыбнулась и подолон конструкцию, сместив кольца в сторону и добавив другие синими камешками по краю. Они столкнулись с кольцом покрытым черными и завращались в обратную сторону. Послышался мелодичный звон и часть штырьков нашла свое место плотно уйдя в пазы. Конструкция стала похожа на шарик, но этого было мало. Настало время более широкого круга и двух полусфер из медных пластинок с прорезями. Круг стал подобием экватора у сферы, сжатый медными деталями сверху и снизу. Вторая часть штырьков защелкнулась и предмет засиял чуть ярче. Свет от апполита похолодел, но показался более насыщенным. Казалось, будто камень завис на невидимых нитях, тянущихся к кольцам и полусферам, но на деле он вращался сам по себе, лишь изредка ловя редкие искорки от крошечных осколков синего кристалла. Димикорн задумчиво смотрел на предмет. Он был похож на описанный в книге, но что-то было не совсем так. Покачав головой, она сложила его в сумку, решив оставить до завтра. Дигзди снился сон. У меня для тебя подарок, Дигзди. Голос был грубоватым и холодным. Наставница Брайтлайт вернулась? Да? Калдари, скажи, что она вернулась. Она лучше, чем ты. Тонкий голосок жеребенка раздался из-за открытой двери, и рядом с каменным косяком появилась синяя мордочка, и она светится. Сколько тебе говорить, она не придет. Не спрашивай то, на что ты уже знаешь ответ. Ты уже должна подрасти и понять это. Буркнула ржавого цвета Димикорн, медленно входя в комнату. Для тебя у меня другой подарок. Это книга. Возьми ее и изучи. Возможно, знания в ней окажутся для тебя полезнее, чем это было в моем случае. На каменный стол лег потрепанный фолиант с кованными уголками и кривоватым замком, словно его не открыли, а сбили камнем. Узор из шестерней переходил к грани металлических полосок. Тесненное название украшало прибитая клепками надпись, вырезанная из тонкой пластинки, от чего буквы переливались с царапинами и вмятинками. Хотя весь вид указывал на неимоверную тяжесть, она оказалась намного легче, когда Дигзди взяла ее в копыта. Опять книга, наставница Калдри, вы всегда дарите только книги или свитки, тихо проговорил Дигзди. С момента, когда Брайтлайт ушла, наставница стала немного мягче, но только немного. Это она особенная. Ее написала та, о ком никто не помнит. Сухо проговорила наставница, садясь рядом со столом. Это было интересно, и жеребенок подошла ближе, желая услышать всю историю целиком. Правда, это было наивно. Калдри никогда не рассказывала длинные истории. И этот раз не являлся исключением. Почему? Да, Димикорн сделала много хорошего и много ужасного. Возможно, в мире тебе придется встретиться с последствиями и того, и другого, а потому прочти ее и не повтори ее ошибки. Голос наставницы дрогнул, но лишь на мгновение. Мури, Мари, Мэри, да Стелла. С трудом прочитала сложную и перегруженную деталями строчку иероглифов маленькая Димикорн. А кем она была, никто не знает. Сохранилась лишь эта книга, в ней перечислены артефакты, созданные нашим народом без силы богини. Ответила наставница, придвинув Фуриан к жеребенку. То, что ты видишь вокруг, постепенно угасает. Тебе придется чинить, понимать и вдыхать в них жизнь. А значит, эта книга будет всегда с тобой. Не волнуйся, она выглядит потрепанной, но обложка все еще поддерживает страницы, несмотря ни на что сохраняя их. Возможно, поэтому Фуриан сохранился даже после обвала и нескольких пожаров. Держи ее. И да, никто, кроме тебя, не сможет ее прочесть. Я себя чуть копыта не сломала, пытаясь заставить ее сменить читателя. Но я хочу, чтобы Брайтл отвернулась. Жеребенок прижала подарок груди и взглянула в холодные фиолетовые глаза наставницы. Послышался тонкий свист и костяной хвост с шипами рухнул на стол, расколов тот на две части. Я прекрати! Она не придет и все. Она больше не любит тебя и у нее более важные дела. Сухо отрезал ржавый димикорн, вставая над сжавшейся дигзди. Осколки из стола хрустнули под тяжелым копытом калдари. Брайтл хорошая, она придет и докажет что-то не так. Писнула синяя пони, делая шаг назад. Думай, как хочешь. Фертула наставница развернулась и покинула комнату. Она слишком тебя разбаловала и привязала к себе. За димикорном захлопнулась дверь, подняв облачко пыли. Жеребенок прижала к себе книгу и схлипнула. Она вернется, обязательно она вернется. Брайтл никогда бы не бросила меня. Никогда, тихо прошептала она. Она войдет, сияя как солнышко и лизнет меня в носик, как обычно. Перепончато крылое вздрогнуло во сне и спрятало мордочку между копыт. Во сне все окружающие ее пропадали, пока в копытцах не осталась старая книжка. И однажды она ее открыла. Продолжение следует...